Возможные поставки Украине немецких ракет «Таурус» стали поводом для очередной российской кампании по дезинформации. После того, как российские пропагандисты опубликовали аудиозапись разговора офицеров Бундесферы об эффективности вооружения, в том числе о гипотетических атаках на Керченский мост, Кремль пригрозил уничтожить мосты в Германии. Фемардзунский и Рюгенский на севере, железнодорожный мост Гогенцолерно в Кёльне и Магдебургский водный мост, который соединяет два канала через Эльбу в 150 метрах от Берлина. Об этом пропагандист Киселёв рассказал россиянам в своём шоу. В Белом доме объяснились ли в записи разговора офицеров немецких военно-воздушных сил стремлением Москвы посеять раздор между союзниками Киева. Эту попытку в администрации Байдена назвали бессмысленной и очевидной. Это доказывает лишь то, что Россия хочет посеять раскол и раздор и стремиться продемонстрировать, что Запад разделён. Конечно, это никоим образом не соответствует действительности. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США. И сообщение на сайте Белого дома. Это такие попытки, может быть, даже в чём-то выражающие, ну, может, не панику в Кремле, но некая неуверенность в Кремле, как вот дальше поступать. И вот всё, что имеется, как бы все возможности, которые Россия имеет, ну, в частности, пока она ещё имеет, видимо, возможность записывать такие разговоры, они используются, ну, с надеждой на то, чтобы создать и в Германии, и в правительстве, и в немецкой политике, и в европейской политике, и в трансатлантической политике какой-то разброд. Но в конечном счёте, ну, вот такого разделения, там, немецкая правительственная коалиция или Европейского союза или НАТО не удаётся. На масштабную кампанию по дезинформации Россия выделила полтора миллиарда долларов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в том числе почти 250 миллионов долларов на распространение антиукраинской пропаганды в Телеграм. Основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины добиться победы, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнёров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян – снизить поддержку нашего государства со стороны проукраинской коалиции в мире. Из заявления Комитета по вопросам разведки при президенте Украины на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украина успешно отвечает на атаки Москвы. В ГУР сообщили, украинские киберспециалисты получили доступ к серверам Министерства обороны России. Теперь в распоряжении Киева массив данных о военном руководстве страны-агрессора, приказах, отчётах и распоряжениях. Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало Министерство обороны России, а также массивом секретной служебной документации Российского министерства войны. Главное управление разведки Украины. В Телеграм. Манипуляции Кремля только усиливают поддержку Украины союзниками. Теперь передачу ракет «Таурус» обсуждают ещё активнее. Правительство Великобритании призывает Германию предоставить ракеты Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, сделать это можно благодаря соглашению об обмене. Великобритания будет поставлять Киеву больше собственных ракет «Штормшедоу», а Германия взамен предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия.